Храм Храм С праздника великого русского святого, благоверного великого князя Александра Невского. Из года в год праздничный день мы молимся, совершая здесь благослужение, прося молитв за ступничество великого благоверного князя перед Богом за наше Отечество, за наш край. Зная жизнь, подвиги и чудеса, которые совершались по молитвам великого благоверного князя Александра Невского, конечно, мы молимся и просим, чтобы на нашей Амурской земле Господь даровал подобных людей, чтобы его представительством великого князя Господь не лишал у нас людей чести, достоинства, веры, совести, долга, чтобы таких людей сегодня в непростое время в нашем Отечестве было больше, а особенно на нашей Амурской земле, где-то востребованы эти люди, обладающие верой, верностью, думающие о чести и достоинстве, тех, кто любит свою землю, свою службу, свою работу, свою жизнь, которую Господь даровал. Именно к этому побуждает удивительный священный образ благоверного князя Александра Невского. Нет тех людей, кто смотрел бы на икону, на портреты, изображения великого князя и не мог бы не впечатляться этой удивительной личностью, этим святым нашей земли и церкви. Конечно, меня, как правящего в Керее, радует то, что промыслом Божиим сегодня мы молимся в храме, где великий князь не только находится духом, но и частью своей плоти, которая всегда будет находиться здесь, как залог его и видимого, и невидимого предстательства, и молитв за нашу русскую землю предпрестолом Вседержителя. Этот маленький деревянный уютный храм в своей своеобразной истории также является свидетелем и выразителем памяти великого князя, а своего рода еще выражает признательность этому удивительному святому великому человеку. Святой князь Александр Невский явился миру как единственный православный светский правитель не только на Руси, но и во всей Европе. Он был тем, кто не пошел на компромисс с другими религиями ради сохранения власти. Веря в силу укрепляющего его Бога, он укреплял и малочисленную дружину перед битвой словами святой веры. Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Бога нашего призовем. Поэтому сегодня молитвенно воспевается и словословится имя благоверного святого князя Александра Невского. В этот день Валдыка Лукиан адресует теплые искренние слова благодарности настоятелю прихода отцу Андрею. Я благодарю вас за те труды, которые вы несете в этот храм, и за то окомпение, которое вы проявляете в отношении тем нововещицам, благовещицам особенно, которые приезжают в этот храм для участия в его послужениях и танцах в нашей святой церкви. Помогаем вам Бога, храним вас Богом в виде великого благоверного князя Александра Невского. Сегодня приход святого князя Александра Невского живет и своей жизнью, текущим ремонтом кровли, благоукрашением исторического храма, добрым приемом гостей и тружеников во славу Божию. И также является местом разноплановых духовных и благотворительных мероприятий, в которых участвуют молодежь, спортсмены, семьи с детьми-инвалидами. В этом святом уголке Амурской земли совершается и совершится еще много дел во славу Божию и во славу святой отеческой веры, за которую подвигом своей жизни мужественно стоял и боролся покровитель храма, святой благоверный князь Александр Невский. По благословению Высокопресвященнейшего Лукиана архиепископа Благовещенского и Тенденского, 10 декабря в Благовещенском кафедральном соборе состоялось очередное ежегодное ипархиальное собрание, которое предварил молебен у чудотворного образа Албазинской Божьей Матери. Я приветствую собравшихся на отчетное годовое собрание, на всех призываю Божие благословения и желаю всем нам хорошо сегодня потрудиться, услышать о жизни и деятельности нашей Благовещенской епархии, услышать плавное на будущее. Сейчас мы наше годовое отчетное собрание начали молебном, и я думаю, что при этом будем поступать так, по традиции обычаи, сложившейся в нашей Церкви. И выразили благодарность Богу за все то доброе и милость, что Господь не спасал нам в уходящем году. И попросили, чтобы Господь благословил наступающее время нового гражданского года, чтобы Господь благословлял нас только благополучием мира и хорошими возможностями потрудиться в Его славу на нашей русской земле. В этот день обсудить основные события церковной жизни и планы своей работы в наступающем новом году в областной центр съехались настоятели приходов, управляющие монастырей области и их сотрудники, руководители отделов и комиссий Благовещенской епархии. По благословению владыки Лукьяна открыл собрание доклад секретаря епархии протоиерея Валерия Серцова о проделанной работе в уходящем году. Сегодня в епархии 70 переходов, объединенных в 6 благочиней. Три монастыря, два женских и один мужской, три монастырских подворья. В Благовещенской епархии служат 59 клириков, 52 священника, протодиакон, иеродиакон, пять диканов. Среди священнослужителей 22 монашествующих, в том числе 6 игуменов, 15 иеромонахов и один иеродиакон. В уходящем году правящим архиереем были совершены три диканских и две священнических хиротонии, два иноческих пострика. С начала года владыка Лукиан совершил более 200 богослужений в Благовещенском кафедральном соборе и приходах Амурской области. Владыка возглавил божественные литургии в честь престольных праздников, городов и поселков Преамурья. Также владыка совершено немало рабочих поездок в Амурские монастыри. В уходящем году продолжалось в Преамурье строительство семи православных храмов. Началось строительство храмов в трех селах Октябрьского района. Как и прежде, в этом году продолжалось взаимодействие Благовещенской епархии и органов государственной власти Амурской области. Подписано соглашение о сотрудничестве с пятью известными организациями города. О проделанной работе в уходящем году поделились руководители девяти отделов Благовещенской епархии. Среди них отдел религиозного образования и катехизации, миссионерские, социальные и юридические отделы, отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства, отдел по взаимодействию с вооруженными силами, отдел по тюремному служению и другие отделы. Под управлением архипасторя Высокопресвященнейшего Лукьяна деятельность Благовещенской епархии каждый год выходит на новый этап. С итогами предыдущего года святейший патриарх Кирилл был ознакомлен лично, обратив внимание на важные моменты, где предстоит еще немало труда. Это образовательный уровень духовенства, совершенствование миссионерской социальной информационной работы, просвещение населения и особенно молодежи благовестием Евангелия Христова и другие моменты, которые, конечно же, под чутким и мудрым руководством архипасторя Высокопресвященнейшего Лукьяна в молитве и труде, любви к веренному им святому делу, священство и сотрудники Благовещенской епархии в скором будущем преодолеют через все трудности, ведь на богоугодные дела есть и всегда будет воля Божия. По благословению Высокопресвященнейшего архиепископа Лукьяна к празднику Рождества Христова Благовещенская епархия проводит акцию «Рождественский подарок». Любой храм и приход города и области организует сбор Ваших пожертвований, игрушек, сладостей и так далее для направления в детские дома, детские приюты, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Проявим милосердие и подарим всем детям радость, которая благословит их Господь через Ваши добрые руки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова